Библейский портал экзегет.ру представляет Библейский портал экзегет.ру продолжает цикл бесед о Евангелии от Марка. Сегодня мы с вами читаем 12 главу. И начал говорить им притчами. Некоторый человек насадил виноградник и обнес оградую, выкопал точило и построил башню, и отдав ее виноградарям, отлучился. И послал в свое время к виноградарям слугу принять от виноградарей под офис виноградника. Они же, схватив его, били и отослали ни с чем. Опять послал к ним другого слугу, и тому камнями разбили голову и отпустили его с бесчестьем. И опять иного послал, и того убили, и многих других то убили, то убивали. Имея же еще одного сына, любезного ему, напоследок послал его к ним, говоря, постыдятся сына моего. Но виноградари сказали друг другу, это наследник, пойдем убьем его, и наследство будет наше. И схватив его, убили и выбросили вон из виноградника. Что же сделает хозяин виноградника? Придет и придаст смерти виноградарей, и отдаст виноградник другим. Виноградник – это ветхозаветный образ Израиля, образ Божьего народа, который должен приносить Богу добрые плоды. И почти в тех же выражениях у Исаии говорится, что Бог воздвиг виноградник, и он ждал правосудия, и вот кровопролитие, и ждал правды, но вот вопль. И Израиль – это виноградник Господа, и мужи Иуды – любимое насаждение его. И в этом народе есть его хранители, его виноградари, которые должны заботиться о народе, которые должны приносить Богу плоды. И вот эти виноградри оказались злыми виноградрами, и они решили присвоить себе Божие наследие. Приходят посланцы от хозяина виноградника, то есть пророки, и их отвергают, и их бьют, и их убивают. И, наконец, Бог посылает своего сына, говоря «постыдятся сына моего». Но виноградри сказали друг другу, это наследник, пойдем убьем его, и наследство будет наше. И, схватив его, убили и выбросили вон из виноградника. И, как мы читаем это в параллельном месте от других Евангелий, эти слова «что же сделает хозяин виноградник?» – это вопрос Господа. И люди, которые его слушают, ему отвечают, что «придаст этих злодеев злой смерти, виноградник отдаст другим». И Господь еще раз предвещает свою судьбу, свою смерть, и Он предвещает, почему это произойдет. С одной стороны, это произойдет, потому что Он так решил, Он решил предать себя на смерть по воле Божией. С другой стороны, люди, которые являются религиозными вождями народа, они его отвернут, потому что Он приходит заявить Божьи права на этот виноградник. Но это не только конфликт вот того времени, у нашей жизни есть законный хозяин. У всего, что мы делаем, есть законный хозяин, законный владыка – Иисус Христос. Мы сами, как церковь и как отдельные люди, представляем собой насаждение Божие, и мы должны приносить Богу плоды. И когда мы сталкиваемся с тем, что Бог ожидает от нас этих плодов, у нас появляется соблазн и желание как-то отказаться, отделаться, сказать «мы тут хозяева». Это наш виноградник, это наша жизнь. Довольно часто я слушаю такое выражение, к счастью, не в церкви, но когда человек говорит «это моя жизнь», я и буду распоряжаться так, как я хочу. И вот истина состоит в том, что это не наша жизнь, она принадлежит Иисусу Христу. И мы должны распоряжаться в послушании Иисусу Христу. Но грех так устроен, что человек все время претендует на то, что это жизнь его. Неужели вы не читали всего в Писании камень, который отвергли строители, и тот самый сделался главой угла? И это от Господа из дивного чах наших. Естественно, у людей, которые наблюдают это со стороны, возникает вопрос. Но вот может так, что вся духовная элита Израиля не права, а прав вот этот странный человек и его последователи? И Иисус говорит, ну, конечно, может, это предсказано в Писании, что камень, который отвергли строители, именно он и сделается главой угла. И старались схватить его, но побоялись народа, ибо поняли, что о них сказал он притчу, а оставив его, отошли. И посылают к нему некоторых из фрисеев и иродиан, чтобы уловить его в слове. Они же, придя, говорят ему, учитель, мы знаем, что ты справедлив, и не заботишься об угождении кому-либо, и не смотришь ни на какое лицо, но истинно пути Божию учишь. Позволительно ли давать подать кесарю или нет, давать нам или не давать? Это очень ловкая ловушка. Кесарь – это римский император. Этот римский император, он язычник, он угнетатель, он свою власть показывает над Божьим народом тем, что ему платят подать. И это является оскорблением не только национального чувства, естественно, кому понравится находиться под чужеземной властью, это ставит под вопрос уникальность Божьей власти над Израилем. Мы Божий народ, у нас уникальный завет с Богом, уникальные отношения с Богом, и тут приходят какие-то язычники, с нас берут подати. Если Иисус скажет, да, платите кесарю его подати, это все нормально, то скажут, что этот человек не верен Богу, этот человек не верен Божьему народу, этот человек, который поддерживает иностранных поработителей. Если Иисус скажет, нет, нельзя, не платите ему податей, то тогда скажут, ну вот этот человек мятежник, он выступает против римской власти, мы его сейчас зададим куда следует. И вот эта вилка, из нее невозможно выскочить. Вот им кажется, что им поставили очень умную ловушку. Но он, зная их лицемерие, сказал им, что искушаете меня, принесите мне динарий, чтобы мне видеть его. Они принесли. Тогда говорит им, чье это изображение и надпись. Динарий – это монета, которую платится подать, и на этой монете высечен профиль императора, написано его имя. И Господь и спрашивает, а чье это изображение вообще, кому это принадлежит, чья это вещь? Кесарево. И Иисус говорит им в ответ, отдавайте кесарево кесарю, Божию Богу. То есть монеты, которые чеканит кесарь, но они, собственно, его, ну и отдайте ему. И дивились ему. Но здесь, конечно, нечто гораздо большее, чем просто то, что Господь мудро уходит из расставленной ему ловушки. Он говорит, отдавайте кесарево кесарю, а Божию – Богу. Земные власти, они имеют свою сферу ответственности. Они имеют свое притязание на наше послушание, на наши налоги. И Иисус признает наше обязательство быть подданными и этого земного государства тоже. Мы отдаем кесарю кесарево, мы повинуемся его законам, мы платим ему подати, об этом подробно говорят апостолы, но абсолютная власть над нами принадлежит Богу. То есть в ситуации конфликта между двумя властями мы предпочитаем Бога, но Иисус здесь этого конфликта вообще не видит. Он говорит, ну вот кесарево, вот и отдавайте кесарево. Потом пришли к нему садукеи, которые говорят, что нет воскресения, и спросили его, говоря, «Учитель, Моисей написал нам, если у кого умрет брат и оставит жену, а детей не оставит, то брат его пусть возьмет жену его и восстановит семя брату своему». Речь идет о так называемом обычае Ливерата, согласно которому каждый человек имеет право оставить потомство в Израиле. В Ветхом Завете, когда людям еще не было открыто ничего о воскресении, о жизни вечной, та форма бессмертия, на которую человек рассчитывал, на которую он уповал, это бессмертие в потомках. И самое огромное несчастье, которое с человеком могло случиться, это умереть бездетным. И в ситуации, когда человек умирал, будучи женат, но не успел оставить потомство, брат брал его вдову, и первый ребенок, который рождался, считался потомком вот этого умершего брата и носил его имя, чтобы его имя не изгладилось в Израиле. «И вот, согласно этому обычаю, было семь братьев. Первый взял жену и, умирая, не оставил детей. Взял ее второй и умер, и не оставил детей. Также и третий. Брали ее за себя семеро и не оставили детей, и после всех умирла и жена. И так в воскресении, когда воскреснут, которого из них будет она женою, ибо семеро имели ее женою». Саддуки считали, что богословения, которые Бог дает, они относятся к этому по всестороннему миру, что Бога надо слушаться, чтобы тебе было хорошо в этом мире, а вечная жизнь, воскресенье – это все фантазия. Это все не написано прямо в Торе, в Пятикнижее, поэтому это все фантазии, и фантазии, которые для саддукеев выглядят абсурдными, выглядят нелогичными. Ну, представьте себе, что женщина последовательно была замужем за семью мужами, она не нарушила закона, там все, наоборот, выполнили заповедь, но все поумирали, и вот они все воскреснули, все восемь человек. И что это такое будет? Это будет все очень смешно, и непонятно, и поэтому воскресения не должно быть. Иисус сказал им в ответ, этим ли приводитесь вы в заблуждение, не зная Писания ни силы Божией, ибо когда из мертвых воскреснут, тогда не будут ни жениться, ни замуж выходить, но будут как ангелы на небесах. Иисус говорит, что мир воскресения будет радикально отличаться от нашего мира, и, по-видимому, в нем не будет существовать той родовой жизни, которая у нас есть сейчас. Люди не будут вступать в брак, как нам это привычно, люди не будут производить на свет детей, потому что в том мире не будет смерти. Здесь поколения сменяются, рождаются дети, старики умирают, но в том мире не будет смерти. И тот мир будет выглядеть совершенно по-другому. Мы еще не знаем, как. И иногда людей это приводит в некоторую печаль, потому что мы знаем, что наиболее драгоценное, что у нас есть в этом мире, это брак и семья, и дети, и этого не будет в жизни будущего века. В жизни будущего века у нас будет семья, конечно же. И эта семья будет простираться на всех святых и божьих ангелов. И то, что было хорошего и прекрасного и доброго в семейной жизни здесь, будет и там. Только там это будет больше, и там это придет к своему исполнению. И, конечно же, там на небесах воссоединятся семьи и воссоединятся те, кто любил друг друга здесь. Но вот именно такой родовой жизни, как здесь на земле, не будет, все будет по-другому и гораздо лучше. А о мертвых, что они воскреснут, разве не читали вы в книге Моисея, как Бог при Купине сказал ему, «Я Бог Авраама, Бог Исаака, Бог Иакова». Бог не есть Бог мертвых, но Бог живых. И так вы весьма забуждаетесь. Саддуки не принимают авторитета пророческих книг, там нельзя на них ссылаться. Они принимают авторитет первых пяти книг Моисея, и нужно из этих книг им что-то привести. И Господь им говорит, Бог, обращаясь к Моисею, говорит, «Я Бог Авраама, Бог Исаака и Бог Иакова». Он не говорит, «Я был Богом Авраама, я был Богом Исаака, я был Богом Иакова, а сейчас все эти люди поумирали, соответственно, как я могу быть их Богом в настоящий момент». Нет. Он говорит, «В текущем времени я Бог Авраама, Исаака и Иакова вот прямо в настоящий момент». И это значит, что Бог не есть Бог мертвых, но Бог живых. Это значит, у Него Авраам, Исаак и Иаков живы. И это значит, они воскреснут из мертвых. И так вы весьма заблуждаетесь. Один из книжников, слыша их премии и видя, что Иисус хорошо им отвечал, подошел и спросил его, «Какая первая из всех заповедей?» Иисус отвечал ему, «Первая из всех заповедей, слушай, Израиль, Господь Бог наш есть, Господь единый, и возлюби Господа Бога твоего всем сердцем твоим и всей душой твоей, всем разумением твоим и всей крепостью твоей». Вот первая заповедь. Вторая подобная ей. «Возлюби ближнего твоего, как самого себя». Иной большей из всех заповедей нет. Книжник сказал ему, «Хорошо, учитель, истинно сказал ты, что один есть Бог, и нет иного, кроме Его. И любить Его всем сердцем, всем умом, всей душой и всей крепостью, и любить ближнего, как самого себя, есть больше всех всесожжений и жертв». Иисус, видя, что он разумно отвечал, сказал ему, «Недалеко ты от Царствия Божия». После того никто уже не смел спрашивать его. Первая из всех заповедей – это заповедь о любви к Богу. И вторая – заповедь о любви к ближнему. И мы тут должны немножко уточнить, что для человека Библии, и для Иисуса, и для того, кто его спрашивает, и для первых читателей Евангелия, и для слушателей его проповеди, любить – это не значит переживать какие-то эмоции. В наше время любовь больше связана с эмоциями. Нет, конечно. Любить – это проявлять преданность, проявлять заботу. Вот можно было любить там государя. Не значит эмоции испытывать по отношению к нему романтические, это значило ему верно и преданно служить. Христос говорит в Евангелии от Иоанна, «Если вы любите меня, соблюдите мои заповеди». Любовь – это некое отношение, которое проявляется в поведении. И жизнь христианина должна определяться любовью к Богу и любовью к ближнему именно в плане преданности Богу и заботы о ближнем. Продолжая учить в храме, Иисус говорил, «Как говорят книжники, что Христос есть сын Давидов, ибо сам Давид сказал духом святым, сказал Господь Господу моему, сидя одесную меня, доколе положу врагов твоих в подножие ног твоих. И так сам Давид называет его Господом, как же он сын ему, и множество народа слушало его с усложжением». Христос, то есть Божий помазанник, и для аудитории Иисуса еще не ясно, является ли Иисус Христом. Как говорят, что он сын Давидов, то есть потомок, и, видимо, кто-то более низкий по статусу, чем Давид. Но Давид сам называет его Господом. И Иисус побуждает людей задуматься о том, кто такой Христос, каков его статус. И это его статус, как Бога. «И говорил им в учении своем, «Остерегайтесь книжников, любящих ходить в длинных одеждах и принимать приветствия в народных собраниях, и сидеть впереди в синагогах, и взлежать на первом месте на пиршествах, сии поедающие домы вдов и напоказ долгомолящиеся, примать тягчайшее осуждение». Господь говорит, что человек может быть невероятно религиозен и невероятно авторитетен именно как религиозный человек и воспринять тягчайшее осуждение. Почему? В чем их главный грех? Это люди, которые делают из религии средства достижения каких-то своих личных целей, личного превозношения. Они напоказ долго молятся, чтобы заслужить одобрение окружающих, и поедают домы вдов, то есть вымогают сдов пожертвования, содержания для того, чтобы самим себя уточнять. «И сел Иисус против сокровищницы и смотрел, как народ кладет деньги в сокровищницу. Многие богатые клали много. Придя же, одна бедная вдова положила две лепты, что составляет кондрант. Подозвав учеников своих, Иисус сказал им, «Истинно говорю вам, что эта бедная вдова положила больше всех клавших в сокровищницу. Ибо все клали от избытка своего, а она от скудости своей положила все, что имела, все пропитание свое». Мы видим здесь эту бедную вдовицу, и тут две вещи можно отметить. Она делает пожертвования на храм. То есть, вообще говоря, храм – это важно. То, что в храме совершается богослужение, это важно. И Иисус не говорит, «Ну что ж ты потратила деньги на храм, ты бы лучше купила, там, поесть кому-нибудь, или себе даже». Нет. Поддерживать храм – это важно, и Господь одобряет эту бедную женщину, которая принесла эти две лепты. Второе. Ее возможности очень невелики, она небогата, она откровенно бедна. Но Бог принимает ее пожертвования как нечто ценное. Ее лично одобряет Иисус Христос, потому что она желает послужить Богу тем, что есть. Потому что часто, когда человек думает о том, чтобы послужить Богу, в том числе пожертвованиями, у него возникает такая мысль, «Ну я не богатый человек». Вот был бы я богачным, был бы я, не знаю, Билл Гейтс, я бы, наверное, мог бы много чего сделать полезного, но так как я очень мало чего могу сделать, в любом случае, таковы мои возможности, они очень невелики, я вообще ничего не буду делать. Но Господь здесь ободряет нас делать хотя бы то очень немногое, что мы можем, и жертвовать то очень немногое, что мы можем, потому что Он это видит, и Он это одобряет. Мы с вами прочитали 12 главу Евангелия от Марка, мы читаем Писание в рамках библейского портала экзегет.ру. Писание в рамках библейского портала экзегет.ру Продолжение следует...